Башаллах Сонан В честь и милость служить сегодня здесь с Вами Особенно после такого прекрасного прославления Коротко в трёх пунктах я бы хотел поделиться своими размышлениями о этой главе Итак, мы читаем один из самых сильных моментов, один из самых сильных мест в деле исхода, выхода народа из Египта. Итак, сколько было участников этого процесса? Ну, мы можем, конечно, вспомнить разные преграды, фараоны и прочее, но они остались сзади, теперь участникам процесса три. Итак, понятно, что у Господа проблем не бывает. Все что он хочет, он сделает. Бывает ли он бога вызова? Я думаю, иногда с некоторыми его слугами случаются. Мы помним, как некоторые пророки не хотели идти пророчествовать туда, куда надо. Как далеко не весь народ и не всегда хотел выполнять то, что Господь повелевал. И сложно ли спрятать общую картину, то что Верн только что говорил, сложно ли сложить эту мозаику для Всевышнего. Верн. 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 И остановиться оно не должно в процессе. И Бог, когда совершает свое дело, Он совершает его с нами, живыми. С нашим характером, с нашими бедами, с нашими проблемами, с нашим собственным видением ситуации. Которая, к сожалению, не всегда сопротивляется. Я пробегаю первый вызов, второй вызов, который был Моисеев. Я задумывался как-то, вот представьте себе, если бы вам Господь дал такую ножу, вывести целый народ. Многие люди сегодня хотят быть директорами, президентами фирм, добиться каких-то лидерских успехов. Но мы хотим вести то, что уже построено. А как идти туда, куда ты еще не видел и не знаешь? Как вести тех, кто далеко не желает с тобой идти? Вот та песня, которая поется здесь, которую возносит народ Израиля, вы идите из Египта. Ведь ее поют не сразу. А только сперет, происходит один момент, другой момент, третий момент, и народ начинает раптать на Моисея. Мы можем прочитать 17 глава, 4 стих. Моисей возобил к Господу и сказал, что мне делать с народом всем. Еще немного, и побьют меня камнями. Моисей цзак, иллювам, и бурман, и может делать с этим. Моисей, и обман, и обман, и обман. Слушайте, да такое лидерство не особо как-то привлекает. В одному из парамельных мест, которые обычно читают в мессианских женщинах, это из Иоанна, когда к Иисусу приходят и хотят его взять на царство. Иисус уходит от этого, потому что Он хочет вести не это царство, не царство этого мира. Почему мы с вами говорим? Вы можете сказать, ну, я же не Моисей. Но я верю, что Бог каждому из нас дал особый высад. И я знаю, что для каждого из нас, Он получил крия мессуриные. Вести народ к нему. Может быть в семье, может быть на работе, может быть в семье, может быть в семье. Может быть в семье, может быть в семье, может быть в семье. Но Бог дает авторитет народу Израиля вести и идти. И что при этом важно? Помните дальше, когда Руки Моисея тяжелели, когда шло сражение с Амаликитянами, Аарон и Овей. Говорят, поддерживали его. И я верю, что если мы с вами будем идти туда, куда Бог нас ведет, если Бог даст нам авторитет вести за собой кого-то, Бог нам даст Аарона и Ора, которые будут поддерживать нашу. Слава Богу, третий участник, последний участник, «Процесса народ». Но что может быть проще? Есть Бог, столб огненный, столб облачный, есть Моисей. Но наше дело только идти и все. Как в Алисе в стране чудес, если долго куда-нибудь идти, куда-нибудь идешь. Но народ Израилев хотел идти никуда-то, а в землю, которую дал ему Бог. Самая большая проблема, когда Бог нам дает мечту, чтобы эта мечта не стала сказкой. Если долгое время мечты не сбываются, у них есть тенденция стать сказкой. И если это стало сказкой, то это просто может отложиться в памяти, стать интересной детской книжкой с иллюстрациями, но это не станет частью жизни. И завершая это короткое слово, хотелось бы вспомнить слова Теодора Герцель. Сегодня эти слова повторяют везде и повсюду, их используют в рекламе. Им терцу, эйн зо агата. Если хочешь, не сказка. Но знаете, что очень сильно в этом месте? Вы знаете, что стало потом с Теодором Герцелью? Я вас вдохновляю почитать эту историю в Википедии, в интернете, этого много. Этот человек, который в современном мире в 19 веке мечтал о восстановлении Израиля. И этот человек так и не увидел Израиль своими глазами в основном. И когда он умер, его останки принесли в Руссель. Его потомки имели грустную историю, но не в этом дело. Сегодня у нас есть улица Герцеля. Это человек, который верил и верил. Это человек, который верил и верил и верил. Водите вас на Боже, не захочу вас на маисея в пустыне. Аминь. 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 Продолжение следует...